Что желаем, уважаемые подписчики и зрители. Значит, проходит тестирование новая модель вечного двигателя. Тут очень простая модель, как видите. Два генератора маленьких, они и моторы, значит, и две батарейки одинаковые. Что происходит? С одной батарейки подается питание, значит, если в одной батарейке больше, то вторая батарейка заряжается. Как только, допустим, в этой батарейке стало меньше, это уже, значит, крутит, а та заряжается. И вот так вот по переменке, то есть, чем хороша схемка, что устройств много не надо, видите. Никаких реле, никаких повышаек, ничего. За счет чего здесь, значит, свободная энергия? За счет того, что, как я показывал, что батарейки заряжаются, вот такие батарейки заряжаются. Или вообще ничего не тратится при зарядке, если правильно подобрать ток. Или тратится там по 2 ватта, а выдают там, как я показывал, в 5 раз больше. Вот за счет этого, то, что вот эти батарейки заряжаются, то есть, тока меньше, а заряд потом у них больше. То есть, за счет свойств, это тут чисто химические свойства этих батарей применяются, видите. В общем, тестирую, значит, поставил вчера, поставил вчера с вечера. Вот уже сейчас время у нас 10.20. Вот, работает пока нормально. Пока не будем делать выводы, подождем еще, значит, она должна, чтобы доказать, что это вечные моторчики вечные, значит, оно должно проработать хотя бы 3-5 дней. Тогда уже будет понятно. То есть, тестируем вот такую схему вечного двигателя. То есть, как только пройдет, дней 5, значит, сделаю ролик, расскажу, что получилось. Большое спасибо всем за внимание. Желаю вам, значит, здоровья, исполнения всех желаний. И помнить только об одном, что мы сильнее всех, и что враг будет разбит, и победа будет за нами.